Это программа «Тема дня по пятницам». Всем здравствуйте, огромный привет! Мы в студии сегодня в приятной женской компании. Меня зовут Татьяна Ларина, со мной сведущая Светлана Никифорова. Привет, Светлана! Здравствуйте! И у нас сегодня в гостях очаровательная Ольга Егорова, представитель компании «Да Сардиния», которая нам сегодня расскажет про настоящие итальянские каникулы, про недвижимость на Сардинии, почему людям она нужна, почему людям она интересна и порой даже необходима. Узнаем, что такое комфортная, приятная, респектабельная жизнь. Ольга, добрый день! Добрый день! Спасибо большое радио Монте-Карло за то, что вы пригласили меня на этот разговор. Вы видите, сегодня пятничное утро, светит солнце. Наверное, это солнце Сардинии или солнце Монте-Карло. Мы очень созвучны, да? Вот какой у вас ассоциативный ряд, когда вы слышите Сардиния или Монте-Карло? Ольга Егорова. Ольга Егорова? Да, солнце. Почему-то у меня сразу возникает рыба. Рыба к достатку и благополучию. И, Ольга, расскажите, почему Сардиния и как вы к этому пришли? Почему именно вот туда ваш упал взгляд? Вот. Хотелось начать легко. Солнце, море, песок. Но, к сожалению, вы задали сейчас, Слана, очень и очень серьезный вопрос. И вы уже извините меня, пожалуйста, уважаемые радиослушатели. Я бы хотела, чтобы вы внимательно послушали то, что я вам сейчас расскажу. Я очень долго шла к тому, чтобы заниматься этим бизнесом. Найти эту ассоциацию застройщиков в Сардинию. Мы работаем не с одним состройщиком, а мы ищем для вас застройщиков. Создаем такой продукт, где вы можете приехать бесплатно осмотреть недвижимость. Даже так? Так. Обязательно так. Более того, накормить, напоить, показать, чтобы человек за это время не только посмотрел недвижимость, но и почувствовал город, в котором он будет жить, регион, почувствовал запах, почувствовал вкус. То есть такие вкусняшки, изюминки вы предоставляете своим будущим. Обязательно. И даже вот сейчас у нас зимний период, конечно, уже сезон отходит, но все равно есть такие вещи, как минеральные источники, где вы можете тоже покупаться. Можно погулять, там, горы посмотреть или сплавиться на каяках, для кого очень важен спорт. Но что такое ассоциация? Это те, кого мы проверяем, те, у кого хорошая репутация. То есть мы не просто так вас приглашаем, а приглашаем к тем застройщикам или собственникам, которые уже работают. Дальше мы приглашаем определенную команду. Иногда людям нужен архитектор, помощник по саду или дизайнер. Это все возможно. Дальше вас сопровождает переводчик. Плюс, когда идет сделка для вас, переводчик, специально обученный переводчик, у него подпись как нотариального образца. То есть двойной договор составляется, соответственно, это все должно быть зафиксировано. Вот этот продукт мы сейчас для вас создаем и более того, о чем я скажу чуть позже, ближе к концу нашей передачи, что это за продукт такой. Соответственно, вы уже можете воспользоваться и напрямую с застройщиком решить, какова будет стоимость в результате и что в результате в итоге будет. Мы в данный момент отстраняемся. Вы его выбираете, работаете с ним. Цена для жителей Твери, жителей России ничем не отличается от той цены, которую предлагают гражданам Евросоюза. Тот регион, который мы предлагаем, очень заинтересованы в нем швейцарцы. Так что там будут очень интересные соседи. Сами итальянцы любят, но об этом тоже чуть позже. Итак, Светлана, почему именно Сардинию я выбрала? Немножко хочу рассказать о себе. Я очень... Первое мое образование — гостиничное хозяйство и сервисы туризм. Я дочь военных. Я посмотрела и Российскую Федерацию. У меня есть представление о культуре различных национальностей, различных стран. Меня всегда это интересовало, но так же и сложилось, что больше я ушла в экономику и стала заниматься... Как бы работала в банке, обучала сотрудников банка, как нужно работать, зная все направления, как движутся ваши деньги, какое движение есть. Также у меня хороший опыт работы с инвестициями. Я работала в инвестиционной компании и понимая, что такое, куда нужно вкладывать деньги. И результат вот этой всей моей жизни — это компания «Сардиния». Поэтому, посмотрев, что тут уже говорится о порождении 90-х, я знаю, что такое инфляция, я знаю, что такое дефолт, я знаю, что такое страхи по поводу своей пенсии, то, что мы сейчас слышим. Я знаю, что такое задумываться о том, какое качество будет в жизни в старости, чем будут питаться мои дети. Соответственно, к этому очень-очень долго я шла. И поверьте, это очень осознанный выбор. То есть, получается, там все на Сардинии можно реализовать? Приобрести и реализовать? Да. Мы постарались создать такой продукт, потому что первый поток покупателей, они покупали недвижимость больше для имиджа, для общения с определенным кругом людей, которые присутствуют на Сардинии, потому что Сардиния — это мека состоятельных, богатых людей. Непосредственно мы сейчас говорим о Порто-Черво. У нас есть предложение в Порто-Черво, но для Твери я привожу другой продукт, совершенно реалистичный, когда стоимость недвижимости равноценна стоимости квартиры в Твери. Более доступной для тверских жителей. Конечно, а иногда даже и дешевле. Даже так? Даже так. Ну, если я вижу, что у нас люди позволяют себе ездить на вилле на Сардинию, то есть, примерно, ценовой диапазон такой. То есть, если мы видим шикарные машины, а их почему-то очень много у нас в последнее время в Твери. Может быть, стоит задуматься, есть ли какая-то альтернатива по такой же стоимости, но гораздо более может оказаться для человека полезной. А лучше и то, и другое. Знаете, как я себя говорю? А лучше и другое. Обязательно. И вот я хочу, чтобы люди рассмотрели, а может быть, помимо машины, дачи, есть еще что-то. И вот тут у меня такой просветительский талант и опыт преподавания как раз-таки открывается, кстати, я тоже у нас в университете преподавала, реклама туризма как раз Тверского региона. Полезный человек. Как-то вот все, что было в моей судьбе, оно сошлось, и вот это вот результаты деятельности. То есть, получается, человек, который обратится к вам, он получит полную информацию со всех сторон, скажем так. Он уже получит тот продукт, ему уже не надо о многом задумываться. Многие вещи была проведена аналитика, анализ. Например, в моей семье, кстати, мы являемся частью итальянской семьи, в части мафии, как говорится, но это, конечно, шутка. Да, храним традиции итальянские, так что мой тирамисо отличается. Может быть, в прошлой жизни, но в моей семье есть сестры, которые живут сейчас в Италии. Одна из сестер живет в Черногории. То есть, мы рассматривали, так как часто ездишь, постоянно вот эта проблема с визой, знаете, это бывает тяжело. Потом подрастает ребенок. Очень многие сейчас думают, что хорошо бы, чтобы дети тоже получились за границей. Ты также задумываешься, а как же это сделать так, чтобы побыстрее ездить, чтобы ты был попроще, там тот же самый вид на жительство. Мы рассматривали несколько вариантов. Черногория сразу у нас, к сожалению, отпала, потому что она не является частью Евросоюза. Удобно ездить, но дальше как бы закрыто. Дальше очень интересен Кипр. Но Кипр, Турция, Болгария, это в части Кипра, это дорогой очень перелет. Потом все-таки небезопасно сейчас. Какие-то военные действия происходят в том регионе. Конечно, мы больше за стабильность, если складываться. На стране и так нормально потрясло. Потом я ребенком всегда... Мне всегда было интересно, а почему все приходят и зарабатывают на России, вот этот поток 90-х? Почему Россия никогда не задумывается выйти в тот мир и зарабатывать что-то там? Наверное, один вот из таких продуктов — это Сардиния. Когда вы покупаете недвижимость там, мало того, что вы получаете классных соседей, интересное времяпрепровождение, чистейшее море. Поверьте, я больше никуда не езжу отдыхать. Вот история с туризмом у меня закончилась после того, как я побывала на Сардинии. Ну, насколько мы знаем, россияне вообще очень любят отдых на море, но достаточно консервативны в своем выборе. И порой, летая по одним и тем же туристическим направлениям, не стремятся вот как-то расширять свой круг озора, попробовать что-то новенькое. Я думаю, что теперь все будет иначе. Потому что мы выяснили, что море на Сардинии — это прекрасно, и трудно его с чем-либо сравнить. Ольга, какие там пляжи, какое море? Поделите впечатлением. Уже одно то, что сами итальянцы любят ездить отдыхать на Сардинию. В августе вся Сардиния просто сплошь рядом, материк выезжает. Вы знаете, что есть такой праздник в Италии, в Феррагоста, когда у них у всех в этот момент отпуск. Соответственно, а чем можно удивить итальянца, который привык хорошо питаться, привык к солнышку? Конечно же, это море. Пляжи настолько белоснежные, песок, очень много белого мрамора есть на Сардинии. Но, конечно же, есть разные пляжи. Есть розовый пляж, есть там немножко с краснотой. Соответственно, путешествия по пляжам Сардинии, я даже хотела бы показать, у меня есть небольшая такая карта. Ну-ка. Так, вот, где обозначено, видите, регион, все-все-все сплошь показано, какие у нас есть там пляжи. Путешествия по этим пляжам, как раз-таки европейцы и любят осуществлять. Часто это на яхте происходит, люди путешествуют вокруг. Есть такие бухты, в которых можно остановиться только с моря. Конечно, это то, что очень сильно привлекает. Плюс очень привлекает питание, потому что практически нет консервантов, все это выращено природой, и когда ты находишься там, вкус продуктов, оказывается, очень сильно меняется. Ну, вкусовые продукты там, вкус продуктов вообще очень разительно отличается, да? Ну, очень интересно, розовые, белые пляжи, да? Красота какая. Как и от чего? Помимо того, что много можно посмотреть исторических достопримечательностей памятников, да, на другой карте можно посмотреть. Исторические памятники тоже, они там присутствуют. Чем же отличаются вот пляжи розовый, белый, как, что там в нем? Вашими вкусовыми пристрастиями, только этим, все для вас. Любой каприз, приезжайте, хочешь такой пляж, хочешь такой попробовать. А как попасть на Сардинию? Есть прямой перелет? Или как? Или мы летим до Италии? Расскажите, Ольга, как? Ну, вот как раз до этого я вам рассказывала, как я подбирала и почему я подбирала, да, и почему я выбрала именно Сардинию. Потому что авиаперелет на Сардинию на сегодняшний день считается достаточно недорогим. В зимнее время это Ал-Италия, плюс, в принципе, через любой стыковочный рейс Европы, потому что Европы очень много ездят на Сардинию. Но у нас есть прямые рейсы на сегодняшний день, это есть и Победа, мне нравится очень S7, потому что я часто на север езжу, а Победа, она прилетает на юг, это столица, это Калери. Мы чаще, например, ездим в Ольбию. Так как в Сардинии у вас есть выбор, какой аэропорт выбрать. То есть там не один аэропорт. Вы представляете, остров можно проехать за три часа, а почему-то на этом острове были построены вот такое количество мест. Не только вот три, я вам озвучила, это которые с Россией можно приехать. На самом деле очень много внутренних, куда можно добраться. Плюс очень сильно развиты паромы. Итальянцы приезжают на паромах, потому что все-таки на Сардинии желательно путешествовать на своей машине, либо брать машину, чтобы посмотреть побольше. Но у нас русские граждане, они пока привыкли приезжать и больше отдаваться морю. Но если все-таки море надоест, очень много что можно посмотреть. Каждый город разнообразен. А сколько фотографий можно потрясать? Чем это вызвано? Сардиния, она, скажем так, была завоевана разными регионами. Там есть присутствие не только итальянцев, испанцев. Соответственно, и в один город ты приезжаешь в Испанию, а в другой город Италия. В третьей это то, что создано с Сардинией. Хотела бы немножко поговорить по вот этим историческим местам, которые я вам показала. Чем они так интересны? Не секрет. И многие слышали, да, почему говорят, что Сардиния респектабельна. Сразу все впечатление, что Сардиния безумно дорогая. Откуда пошел этот миф? Все вы слышали там Каны, Монте-Карло, да? Это же все находится достаточно недалеко друг от друга. И путешествие на яхте как раз-таки многие огибают побережье Сардинии. Соответственно, очень много людей состоятельно действительно оказывается на этом острове. Но как, уже это не мое мнение, да, это то, что я услышала у местных, почему так сильно привлекает этих людей, а вы сами подумайте, где мы им отдыхать, когда ты очень известный, да, очень много звезд отдыхает. Хочется уединения. Хочется уединения и хочется восстановления, потому что, конечно, ресурсы этих людей, потому что это, когда ты управляешь большой организацией, он их стыщается, когда ты должен многим людям и о многих позаботиться. И нету практически людей выходных, они работают с утра до вечера, а то и ночью некоторые, особенно рьяные предприниматели, например. Да, соответственно, восстанавливаются они именно на этом острове. А тут есть немножко такой мистический подтекст, мне хочется обязательно тоже его доносить. Да, расскажите. Вот эти исторические моменты, которые я вам показывала, это так называемые нураги. Вообще, Сардиния, название ее идет от слова Сандалия, Сандалия или след Бога, как считается. Вот откуда слово Сандалия. Ну, Сандалия, Сардиния, да. Считается, что первым Господь вступил на землю именно здесь. Соответственно, очень много реликтовых растений, которые описаны в Библии, они сохранены на Сардинии, они там растут. Вы не сможете, например, увидеть где-то земляничное дерево. Представляете, какой рай? В раю было дерево, на котором росли крупные земляничины. Это дерево, да. Во-первых, оно очень интересно пахнет, когда цветет. И плюс, конечно, вот эти огромные земляничины. Только из-за этого надо лететь на Сардинию, для того, что для меня это новость. Открываем сегодня новое вместе с Ольгой Егоровой. В программе «Тема дня» обсуждаем Сардинию, путешествия. И вообще столько интересного есть в мире, что мы обязательно должны посмотреть и попробовать. Вот хватит действительно плыть по течению, правда? Ну, я бы прибавила еще розовых фламинго, и то, что туда заходят киты, это тоже показатель. То есть своя такая флора и фауна есть определенная на Сардинии. Да. У меня вообще нет слов уже. Мне уже прям хочется вот прям отсюда встать. Если было бы, возможно, телепортация. Знаете, можно не телепортация. Вообще можно летать, отдыхать. Я напомню, что партнер программы «Тема дня» по пятницам агентства путешествий ООО «Руссо-туриста». Заходите на сайт туриста69.ру. Там очень много интересного и постоянно обновляется информация. Или звоните по телефону 644-255. Поможем в подборе тура в любую точку мира, особенно на Сардинию, и организуем путешествие в любом сезоне. Ну и, конечно, сама ассоциация застройщиков Сардинии. Да, Сардиния приглашает на бесплатные смотровые туры, где вы можете познакомиться с регионом. Вот здесь, Ольга, расскажите поподробнее для наших слушателей телерадио, потому что я уверена, многим это будет интересно. Все мы любим бонусы, какие-то фишечки, а тем более, если вы организуете такие бесплатные туры. Если люди действительно задумались о том, почему бы не инвестировать свои деньги и не получать от этого прибыль на Сардинии, как познакомиться поближе с этим островом, с недвижимостью, которая там есть, и что это в итоге дает? Ну, во-первых, вы всегда, так как я нахожусь в Твери, такой вот бонус для жителей Твери, вы всегда можете обратиться ко мне, Егорову Ольгу, найти меня можно по хэштегу «Я Сардиния». Вы можете выпустить или в Фейсбук, или ВКонтакте, или Инстаграм, где вам удобно, и там уже есть мой номер телефона, потому что бывает на слух тяжело запомнить, поэтому запомните, пожалуйста, хэштег «Я Сардиния». Созвоните со мной, я встречусь, и, конечно, подробнейше расскажу, как это происходит. Какой номер телефона? Давайте напомним. 8-903-800-17-38. А на бесплатный тур форму заполнить можно напрямую на сайте tv.dosardinia.com. Ну, или в поисковой строке мы можем набрать «Да, Сардиния», и обязательно найдем. Лучше набирать «Я Сардиния», вы выпадете сразу на меня, потому что у нас вот изменения в материалах. Вы даже видите, мы вышли на ком. Что значит «Мы вышли на ком»? Россия так первоклассно работает, что застройщики Сардинии, они дали нам квоту, работу и по Европе. То есть мы работаем на сегодняшний день не только в Твии, не только в России. Очень много предложений у нас есть и русскоговорящие, и проживающие и в Америке, и в Израиле. То есть заинтересованы Сардинии, мы работаем с ними. А как много русскоговорящих людей сейчас живет в Сардинии? На сегодняшний момент в период отдыха много, потому что они купили там недвижимость, и ты часто встречаешься, это уже не проблема. Нет, я имею в виду, что круглогодично, скажем так. Даже есть православная церковь. Даже есть православная церковь, да. Конечно же, это все очень развивается. А можно ли на Сардинии отдыхать круглый год, даже в холодные сезоны? Очень часто европейцы, опять же, с жарких стран, или люди пожилого возраста, которым не особо полезно отдыхать, когда жарко, или, опять же, очень любят наши северяне, тоже у кого перепад очень климатический, да, это проблематично, и приезжать туда. Почему? Очень много проводится фестивалей. Известнейший фестиваль вина, о котором я уже рассказывала в городе Бозе. В прошлой передаче, но сейчас повторюсь, например, ты покупаешь просто бокальчик за 10 евро, и для тебя открываются все погребки города. У нас мужчины сидят в гаражах обычно, а там мужчины сидят в погребках. Каждый делает это свое вино. Потом эти целые улицы открываются для того, чтобы своим соседям и приезжим гостям дать попробовать это вино. Ты ходишь целый день с этим вокальчиком. Главное, конечно, понять, где ты будешь ночевать и как ты будешь добираться вот в этот момент. Это же Италия, разве может быть иначе? Это же Сардиния, куда мы вас приглашаем сегодня в течение нашей программы. Напомню, у нас Ольга Егорова в гостях представитель компании «Да, Сардиния», про Россию и Италию. Как встречаются эти две культуры? Находят ли русские и итальянцы общий язык? Первое открытие... Я очень давно первый раз поехала на Сардинию. Больше десяти лет. Первая моя поездка как раз-таки была вместе с сарскими бабушками, которые поехали... Это было мое первое знакомство. Они поехали в Россию. Они не хотели... Как они мне сказали, мы не хотим убирать, пока не увидим Ленина. Для меня это было открытием. Они очень уважают. Это действительно важно, потому что очень часто россияне говорят, что к ним привзято относятся в каких-то странах, что они дискомфортно там себя чувствуют. После знакомства с этими бабушками, которые накормили меня всеми возможными пирожками. То есть моя диета, она уже закончилась в этот момент. Далее я узнала, что их очень интересует история социалистическая. Вот это наша история. Кстати, там очень социально развитый народ. Они живут в определенных коммунах. И, кстати, это очень влияет на недвижимость. Обязательно я хочу чуть-чуть попозже об этом рассказать. Соответственно, когда я приехала в город, в котором я проживала, первое, что видела, это ресторан «Ленин». Даже так. Плюс, опять же, конечно, дружба нашего президента Берлускони, который очень часто проживает на Сардинии. В части «Газпрома», авиалинии «Газпром» практически не купишь билеты. Можете даже посмотреть, пожалуйста, «Газпром», сезон. Найдете ли вы там свободное место? Не найдете ли вы свободное место? Это очень хорошая информация для невест города Твери. Раз у нас такой девичник. Да. Такой лайфхамп от Ольги Егоровой. Посмотрите, вот «Газпром», как занято. Можно сразу попытаться на «Газпрома» и попасть, да. Шуткой, шутками, но, конечно же, для Твери это действительно тоже важно. Почему бы, собственно, и нет. Актуальная всегда тема. Да, актуальная всегда тема. Может быть, именно этот фактор послужит приобретением недвижимости. Потому что не только это важно, но и взрослые женщины, взрослого возраста находят там свою судьбу, а чего в Твери бывает очень тяжело. Ну, на Сардинии разные народности и нравы, вкусы, и можно выбрать. Очень многие респектабельные семьи Европы это дело чести отправить своих родителей после того, как они уже поработали, жить на Сардинию. Соответственно, это большое количество свободных мужчин, потому что у Европы проблема с этим. Соответственно, можно прекрасно там жить и найти свою судьбу. Ну, почему бы нет, раз у нас такой девичник, поговорим и об этом. Кстати, культ, тоже комплимент нашей стране, нашим мужчинам, очень красивым и стильным, от итальянца, это от царства, услышите, такая же приятность, является наш президент. У них вот тоже культ. Самый желанный подарок это шоколадка Аленка. И другой подарок это вот такие, обязательно любят, чтобы с животными, вот когда у нас фотографируется президентом, своими собачками или там с дигром, не мотать, да, да, то есть, как бы, я только что сказала, что женщинам там будут рады, но и мужчины там тоже в почете. И русские мужчины, они прекрасны, нельзя не согласиться. Хотела бы сделать комплимент, особенно мужчинам из Твери. У нас тут у женщин тоже глаз бывает замыливается, но вот те мужчины, которые ездят именно со мной в эти туры, очень высокую оценку им дают царские мужчины, тому, какой пытливый ум, как они по недвижимости задают вопросы, как они осваивают регион, насколько, там, допустим, врачи, юристы, да, насколько они очень многое могут дать региону. И, конечно, регион в таких людях заинтересован, потому что, опять же, молодежь старается поехать куда-то попутешествовать или еще что-то, и ресурс людей нужно как-то пополнять. Соответственно, они не только рады русским гражданам, они нуждаются. Отсюда же вопрос по ВНЖ, когда мне часто задают, да, что за ВНЖ, как на ВНЖ. Очень такой достаточно большой мы сняли фильм про ВНЖ, тоже на tv.sardinia.com вы можете его посмотреть. Есть какие-то вопросы, можно мне обратиться, напоминая хэштег «Я Сардиния». Но что по виду на жительство? Да, есть разные варианты, как можно его получить. Мы работаем только по одному. Ассоциация застройщиков в Сардинии бесплатно для вас готовит эти документы. Так как это не Италия, а это Сардиния, и мэр города, и города небольшие, и там все друг друга знают, особенно застройщики. И власть это, как правило, очень сильно связана. Соответственно, они заинтересованы в оформлении документов, и вам легче проходить и получать эти документы. То есть помимо недвижимости, помимо, что мы можем приезжать на какие-то летние или зимние периоды, мы можем еще там найти себе работу и остаться там жить. По поводу работы есть небольшой нюанс. Эта тема заслуживает серьезной юридической консультации. У нас работают эти юристы, потому что там квоты, там подача работы. Потом, если вы дадите рабочие места жителям, то, конечно, вас заинтересованы. Чтобы наниматься, это немножко другая виза рабочая, там есть свои нюансы. Но вот что дает вам вид на жительство? Практически всеми социальными льготами вы пользуетесь. И даже зачастую многие не хотят. Несколько видов на жительство — это право на получение гражданства. Но многие отказываются, я смотрю, от получения гражданства. Потому что не надо платить налоги. Италия — очень большой налог, да. А вид на жительство — ты не теряешь гражданство своей страны, беспокойно передвигаешься, ты получаешь все бонусы, и при этом не выплачиваешь вот эти вот налоги. А правда ли, что на острове Сардиния еще и люди очень долго и здорово живут? Да, есть очень много исследований. Сейчас у нас, кстати, в Твери очень модно стало изучать культуру винную. Я вот с собой взяла, тоже у меня есть карта вин. Да, это интересно, да-да-да-да. Целая карта вин. Что самое интересное, я ее сейчас не буду раскрывать, потому что вся Сардиния — это вот просто сплошная карта. В принципе, как и исторические, как и пляжные. Нужно что посмотреть и что попробовать. Пожалуйста, встречайте со мной, я вам все это покажу наглядно. Что у нас получается по винам? Именно вино определенного сорта считается и дает вот этот эффект долгожительства. То есть, когда проверяли что-то... Опять же, россиянам очень приятно узнать, что секрет так прост. Да не особо физкультура, не диета, а вино. Вообще, россиянам надо об этом говорить осторожно, особенно в пятнице, потому что, к сожалению, русские люди зачастую мертые не знают. Хочется напомнить о здоровом образе жизни еще раз. И в то же время напомним, что и Сардиния — это остров долгожителей. Там по-другому просто нельзя, поэтому туда надо приезжать и ощутить вот это вот, что свежий воздух, море целебное, продукты определенные, вино, все. Самое главное, что вы там будете больше улыбаться. Когда я возвращаюсь с Сардинии в Тверь, я все больше люблю Тверь, все больше на контрасте. И да, я фанат этого города, то есть я не призываю к эмиграции или там еще что-то. Но когда здесь так мало солнца, и когда ты знаешь, что ты можешь это сбалансировать, когда ты понимаешь, а тема у нас была заявлена, респектабельная, спокойная жизнь, когда ты понимаешь, что у тебя тыл прикрыт, что все твои инвестиции, вложения не пропадут с какими-то счетами в банке, или когда у банка есть какой-то отзыв лицензии. Ну что там говорить, в России нам вообще не дают копить. Да, есть такое дело. Даже когда ты занимаешься своей недвижимостью, тоже там и налоговая система, и обложение тоже достаточно сложное. Там же все-таки попроще. И интересный тот факт, что за тебя сдают, а ты лишний раз как бы ничего не делаешь. Тебе не надо приходить, там открывать, следить, что что-то не так, застилать то же самое постельное белье. За тебя это все это делают. То есть, давая свою недвижимость, ты получаешь доход, и доход ты получаешь в евро, в одной из самых стабильных валют на сегодняшний день. Ольга, кто потенциальный клиент компании «Сардиния»? Вот сейчас, когда я развиваю это направление в Твери, я считаю, что и ребята 18-20 лет чаще, они приходят к тому, что они уже подвергают своих родителей, говорят, давайте пойдемте туда. Хватит дачи, хватит вот это убиваться, давайте подумать о качестве жизни. 30 лет, 40 лет маленькие детишки, особенно это интересное направление, у меня очень много друзей, многодетных. Конечно же, выезды бывают, когда много детишек куда-то за границу практически становится невозможной. Ну, когда у тебя есть там, допустим, в отель дороговато, а будучи даем свой дом, ты можешь там с детишками провести время, очень удобно оставляешь свои вещи, то есть там специальные кладовочки, то есть тебе не надо ехать с багажом уже с ребенком, ты берешь эту коляску, когда трое детей, ты знаешь, что у тебя там уже есть какие-то вещи для него, их не надо везти назад. Да, там это все есть. И один из самых важных моментов, который я хотела бы вам рассказать еще раз, почему же все-таки Сардиния, почему недвижимость на Сардинии. Дело в том, что старцы очень хитро поступили. Там абсолютно запрещены стройки в летний период. Не будет такого, что вы приезжаете и по соседству с вами без конца стройка, и море, и солнце, и все это может быть испорчено. Стройки ведутся, как правило, в зимнее время, когда квоты очень ограничены, так как этот остров полностью входит, является как остров ЮНЕСКО, очень много там интересных моментов, которые должны быть сохранены. Соответственно, очень мало строится. Ваша недвижимость практически всегда будет ликвидна и востребована. Многие клиенты, которые хотят побольше что-то, еще что-то, они ждут эту недвижимость годами, чтобы заполучить. Сейчас у нас есть очень интересные и недорогие для Сардинии предложения. Это 89 тысяч, 90 тысяч евро. Это считается для Сардинии недорого. Когда я начинала 10 лет назад изучать данное направление, дешевле 140 невозможно было найти. Но сарцы очень открыты. То есть такая вещь, как рассрочка платежа, причем вот у меня недавно был клиент, ему предоставили рассрочку на 2 года платежа строящегося. Он выбрал апартаменты. Сейчас апартаментов становится все больше. Если изначально это была комната и большая кухня, выходящая на веранду, которая, наверное, как вся квартира, там больше на улице все это происходит, их спальня не очень большая. То сейчас уже люди хотят и две комнаты, и хотят гараж. Это как бы русский рынок толкает до развития сарцев. То есть появляется новый способ. Да. Соответственно, вот эти предложения уже приходится ждать 3-4 года, когда будет эта земля, какое-то будет место, как далеко будет от моря. Мы стараемся... Сейчас, на сегодняшний момент, мы выбрали север Сардинии. Почему? Потому что это считается одной из самых респектабельных мест. Не особо жарко. То есть эта недвижимость всегда будет ликвидна. А температурный режим в это время? Год или как? Есть тоже сезонность на Сардинии? Да, сезонность есть. С мая по конец октября, даже немножко ноябрь, можно еще купаться. Ну вот мы любим... Кто любит пожарить, более жаркий у кого-то, конечно, это ближе к лету ты отдыхаешь. Вообще большой выбор объектов. Если вы зимой тоже поедете отдыхать, там есть и на лыжах можно покататься. Я же говорю, и вот эти минеральные источники для жителей Твери тоже. Мы в этот раз с ребенком поехали, потому что это йод, это очень важно. Это бром, это очень хорошо на нервную систему. Они действительно не просто минеральные источники, а именно те, которые как будто для нас специально созданы. Сардиния специально создана для Твери. Ответ для Сардинии. Для тверитян. У всех тверитян разные потребности. Можно ли, вот может ли каждый человек найти что-то свое? Достаточно ли большое разнообразие? Да. У меня был очень интересный случай, когда ко мне пришла молодая пара, и сказали, нас интересует спорт. Они занимаются скалолазанием, их не очень интересует пляж, море и песок. И да, действительно, для... Кстати, очень много европейцев отдыхает именно активный образ жизни. Да, это и группы скандинавской ходьбы, это и сплав по речкам, это, опять же, путешествие по этим скалам. То есть им интереснее до этого пляжа добраться с закрытого, куда ни на машине не подъехать, именно с какими-то спусками и все что-то. Они были в полном восторге. То есть их мы смогли удовлетворить. То есть разнообразный туризм может быть... Как скажем, это катавтология, но тем не менее, он может быть разный. Даже сама Сардиния в каждом городе разная. Я не могу никак насытиться ей. Каждый город, во-первых, это и разная еда, и разные нравы. Очень интересно, что помимо вот этих реликтовых деревьев, были сохранены и культурные ценности никак не могут понять, к кому относятся Сардиния. Как будто бы этот народ, он не пришел с европейского материка, он не пришел с Африки. То есть как будто он какой-то самобытный. Потом вот эти нураги, про которые я уже начинала говорить, очень многие вот эти миллионеры ездят именно в эти нураги. Это интересные, неизвестные, неразгаданные постройки, обладающие определенной энергетикой. Считается, что они были построены согласно звездам. Есть какие-то определенные в колодце, в которых в определенный момент отражается луна, и эта вода обладает такими свойствами, что как вот зачатие там, или еще что-то может помочь в этом. То есть помимо энергии мы еще и оздоравливаем свой организм. Да, самое интересное, что эти нураги, они все были засыпаны. Их сейчас только раскапывают. Засыпаны чем? Песком? Они были в форме холмов. То есть когда-то эта нурагическая цивилизация, как она ее засыпала? Рядом нет ни рова, ничего. Как будто с неба засыпали. Это все прятали свои какие-то вот эти вот, свою культуру, свою историю, которую сейчас до сих пор разгадывают. И большинство людей старается приехать туда и прикоснуться именно к этому, потому что это действительно что-то абсолютно уникальное. Почему-то идет такая параллель с египетскими пирамидами? Совершенно верно. Это время египетских пирамид. Мало того, что они очень хитро отстроены, там нету тоже все это камешки, все это подобрано, какие-то круги, которые уходят в землю, и ты когда там находишься, ты действительно себя как-то... Причем там не было никаких-то там жертвоприношений или захоронений, там не обнаружили. Есть какие-то захоронения, называются захоронения гигантов, как будто там жили какие-то большие люди. В общем, вот с точки зрения истории энергетической, вот сейчас очень много все говорят, энергия, 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 да. В этом... И Татьяна сразу сказала, я уже чувствую себя хорошо. Приедете, так вообще замечательно будете себя чувствовать. Мы только заговорили, уже какой эффект. Я уже который год, конечно, подпитываюсь Сардинией, и поэтому мне так легко и приятно теперь жить в Твери, к чему вас и призываю. А виза нужна для поездки? Да, виза у нас Италия. Италия, Евросоюз, пожалуйста. Это все достаточно легко делается. Я делаю через Москву, занимает не очень много времени. Также у нас тут есть какие-то компании, которые предлагают. Визу в течение двух недель можно сделать. Сардиния, Италия, итальянские каникулы и удачные инвестиции. Так что оставайтесь с нами. Ольга Егорова, представитель компании «До Сардиния». У нас в гостях Татьяна Ларина и Светлана Никифорова. Это мы, ведущие. Ольга, для того, чтобы поехать на Сардинию, там пожить, можно это сделать очень выгодно, посмотреть объекты недвижимости и принять решение о покупке. Вот как попасть в такой смотровой тур? Вот, допустим, человек сейчас послушал, заинтересовался, хочет выгодно вложить деньги. Какая последовательность действий, чтобы поехать и посмотреть? И насколько это выгодно для него? В первую очередь, вы обращаетесь ко мне, либо через сайт tvr.sardinia.com заполняете форму, она ко мне приходит, я вам перезваниваю, либо по телефону 8 903 800 17 38, либо хэштег «Я Сардиния», и там вы можете найти мои координаты. Мы с вами разговариваем, какое время вам удобно. Во-первых, это очень часто, потому что люди выбирают отпуск, или очень часто приходится подстраиваться под два дня. Раньше мы делали туры и 4, и 5 дней, но сейчас все больше два дня, потому что люди буквально выходные там вырываются, и чтобы уже там вернуться назад. Далее, следующий этап, нам нужно в ваше время сопоставить с тем, какие предложения у нас по перелетам. Если у вас виза, опять же, соответственно, если виза есть, перелет мы подобрали, перелет тоже по требованию клиента. Для кого-то важный бизнес-класс, для кого-то важен более недорогой вариант. Как правило, стараемся находить вот этот недорогой вариант. У нас всегда, скажем так, рука на пульсе, где, как это можно сделать. А билеты, авиабилеты, человек сам приобретает или компенсирует? Мы можем помочь, да, вот мы, опять же, как бы это рассказываем. Значит, стоимость авиабилета и виза это человек выбирает, потому что очень тоже разные вкусы и приоритеты. Бывает, он такой авиабилет, знаете, выберет, ты не сможешь просто оплатить этот авиабилет. Далее, что именно входит в понятие бесплатно? Бесплатно. Вы приезжаете в аэропорт, вас встречает трансфер туда, трансфер назад. Из чего у нас туризм состоит, да? Главное, это трансфер, проживание и питание. То есть, вот этот полностью блок, он у вас будет закрыт. Плюс, конечно, мы всегда даем возможность погулять по городу и купить какие-то себе подарки или еще что-то. В свободное время такое. Да, я не могу сказать, что темп пока за недвижимость такой тяжелый или люди устают. Единственное, что какие нюансы могут быть, потому что все-таки это машина и дороги не такие прямые, как у нас, может немножко укачивать, это тоже желательно гостям самостоятельно предусмотреть, потому что все-таки из одного города ты в другой выезжаешь. Но все эти города, это, знаете, как Тверь проехать с Авинки до Южного, они в принципе все рядом. Я уверена, это очень интересно, когда ты не просто лежишь на пляже и сидишь на одном месте в течение всего отдыха. Да, когда ты смотришь, меняется картинка, когда ты видишь на сайте, я была в промо-турах, рекламных турах, я понимаю, насколько это интереснее, чем просто отдых, поэтому всем могу порекомендовать. В прошлом году мы с мужем так и поехали, мы специально бронировали, чтобы узнать лучше регион, мы жили в квартирах у людей, то есть не отели снимали, чтобы больше пообщаться с людьми, изучить, как они относятся к россиянам, с чем могут люди сталкиваться, и действительно очень позитивно. Мы каждый раз развлекаемся по-новому. Вот тут у нас идея есть поехать на мотоциклах, очень много и на мотоциклах. Там центры БМВ, мы с ними взаимодействовали, они говорят, а как вообще на машине добраться, чтобы из Твери на машине? Ну это тоже возможно, через паром это возможно, да, то есть они как бы доезжали. Три-четыре дня, оказывается, это не очень и долго было. То есть тоже на машине бывает удобно поехать. А нет, движимость в Польше по любым городам или в каком-то определенном месте строится? И именно русские туристы, скажем, остребованы с Польши? Так как я вам уже говорила, что мы постарались, мы все, что вы желаете, мы все можем подобрать. Любое направление. Потому что бывает, человек, он почитал где-то, ему нравится юб, понравилась калерия. У нас есть там предложения. Но те недорогие предложения и те застройщики на сегодняшний день, которые прям вот максимально мы доверяем, что значит мы доверяем? Они очень открытые, они дают возможность там платежа. Кстати, очень интересно составлен договор. Если вы покупаете строящееся жилье, например, то по договору вы оплатили, там какие-то там деньги вносите, и когда уже приходит процесс вступления или нет, вы можете выставить свою эту как на продажу, то есть вы можете быть как инвестором. Если по какой-то причине вы не смогли выплатить, то есть вы посчитали, что сможете, там что-то не продалось или еще что-то, то деньги вам возвращаются, и многие застройщики говорят, спасибо, ты был моим инвестором, извини, процента не получишь. Но, однако, здесь нет такого, что вы потеряли свои деньги, они настолько лояльно расположены, и это большое преимущество перед продавцами вот в других направлениях, поэтому они нам очень нравятся. Почему мы выбрали именно север? Рядом находится Порто-Черво, вот этот богатый достаточно регион, дальше очень большая пляжная зона, вот эти вот города, на самом деле, они находятся, это просто гигантский пляж, это тоже очень важно, потому что, когда приезжаешь, когда пик, скажем так, не хочется, как вот у нас бывает, негде там присесть, там жалуются, когда вообще... То есть удобная большая береговая линия, где мы можем разместиться. Ты совершенно спокойно можешь размещаться, плюс на севере есть вот эти вот минеральные источники, о которых я упоминала, там есть такие места, где вот эти минеральные речки впадают в море. То есть вы загорая, купаясь в соленой воде, приходите и в пресной воде, например, вы можете окунуться, и еще и как бы... А молодец! Да, молодец! Какое удовольствие! Как приятно! Какое время лучше ехать на минеральные источники зимой или летом? Любое, любое, да, любое. Ну, единственное, что хотела сказать, что август вот из-за того, что вся Италия практически едет в отпуск, он просто сплошь и рядом. К сожалению, моего мужа тоже всегда отпуск в августе, потому что я знаю, что это такое. Но там тоже есть свои плюсы, потому что итальянцы очень много привозят живых певцов, проводятся спортивные мероприятия, очень любят они вот эти лучшие велосипедные гонки Европы, проводятся на Сардинии. То есть тоже там мотоциклы что-то устраивают. И ты постоянно вот как будто в театре каком-то живешь. Каждый день у тебя программа. То есть, опять же, из-за этого минуса, да, тебе немножко тесно на пляже, зато ты получаешь очень много каких-то визуальных, культурных ценностей. А севером очень много фестивалей, которые ты не увидишь, когда на юге. Клиенты, которые поехали на север, не на север, а в зимний период, они увидели у меня карнавал, они попали на сезон артишоков. Кстати, итальянцы очень любят артишоки, едут за артишоками. Они очень полезны, и не везде такого качества артишок его получится. Пятница такой день, когда думается и говорится обо всем самым-самым приятным. Помимо того, что партнер нашей программы агентства путешествий ООО «Русо Туриста» и сайт туриста69.ру, где можно подобрать тур, забронировать его, либо с помощью турагента, у нас есть еще один партнер. Светлана, кто это? Сегодня также нашим партнером является компания «Морякей», которая нас сегодня с Татьяной сделала красотками. И в эфире мы выглядим немножко поиначе как. Но также хочется поговорить по Сардинии. Почему именно, помимо того, что мы приобретаем недвижимость, здоровье, красоту, когда же все-таки лучше за красотой ехать, в какое время года? На Сардинию. Опять же, на вкус и цвет, товарищей, нет. Есть определенная категория людей, которые хотят именно зиму. Именно зиму. Почему? Очень много фестивалей. Вот я упоминала винные. Также есть и продуктовые фестивали. Кстати, конные, просто превосходные какие-то мероприятия, кто лошадей любит, проводит. У нас есть такие любители. В этот сезон, вообще Италия, Сардиния, они очень любят сезонные продукты. И есть такие продукты, которые созревают, у нас растет мандарины, да? Ну и там тоже, допустим, мандарины. Знаменитые артишоки, за которыми едут, это тоже как бы здоровье, очень хороший, очень интересный такой, даже как фрукт, ягода, овощи, не знаю, как даже цветок, я даже не знаю, как это диагностировать, за которыми едут, именно пробовать, привозить их. В зимний период очень, вот Европа, она тоже очень разная, кто ездит. Очень любят французы. Может быть, это с экономической точки зрения, может, потому что у них вкусовые рецепторы, все знают, что французская кухня, французская кухня. Так вот, Франция отъедается на Сардинии. Артишоками зимует. Да, когда ты приезжаешь, не только артишоки, многие считают, что Сардиния это море, морепродукты, очень это беспокоит тверских мужчин. Я могу сказать, это большие мясоеды, потому что это горы, и качество продуктов, именно вот мясо, какое производится, конечно же, такое нигде не попробуешь. То есть красоту мы приобретем и на Сардинии, тоже в зимний промежуток времени. Да, и пообщайтесь больше с французами и немцами, например, в данный момент, потому что они почему-то тоже любят, видимо, у них два раза отпуск, то есть и летний какой-то, и часто они приезжают зимой. И очень-очень много мероприятий, которые проходят именно в данный период. Вот недавно, например, на Moscow Fashion Week, буквально на прошлой неделе, я пришла посетить, посмотреть какие-то красивые вещи для себя. И опять же Мэри Кэй. Да, кстати, Мэри Кэй. И тоже одним из спонсоров было туристическое агентство Сардинии. То есть не туристическая, а администрация туризма представляет вот все, чем можно воспользоваться на Сардинии. Соответственно, вот эти карты, которые у меня предоставлены, вот это все, это уже приведено на русский язык. Это тоже показатель того, что они приходят к нам, они составляют материалы на нашем языке. Все больше, да, ты когда покупаешь что-то написанное на русском, это, конечно, очень сильно подкупает. То есть ты понимаешь, что ты дорог этим людям. Они к нам адаптируются таким образом. Да, очень высокий уровень сервиса именно на Сардинии. Причем принято считать, что порта черва вау, а там куда-то ты вглубь поехал нет. Но для каждого сарца дело чести, они не унижаются, когда обслуживают. У меня такое ощущение, что они знают, что они живут в районе, а к ним приезжают все такие, вот надо как-то каждого полечить, по-прегрингу. Каждый должен своим делом заниматься. Так что-то я обслуживаю, что мы делали без таких людей. Даже когда они обслуживают себя, в них есть какое-то внутреннее достоинство и забота об этом человеке. Это на самом деле тоже очень важно. И вот этому я у них учусь. С удовольствием и с любовью, когда преподнесу свое дело. Конечно, они окружают. То есть ты просто заходишь куда-то, заказываешься там колу фри, но дети иногда это хотят, к сожалению, хотя я в России не знаю. Но тебе так преподнесут эту колу и так фри, как в Порто-Черве, ты бы получил бокал самого дорогого шампанского. Сервис будет такой же. Вот это меня удивляет больше всего. И вот это вот то, что я полюбила в первую очередь на Сардинии. Ольга, ну вы же, насколько знаю, реализуете свой опыт работы с недвижимостью не только в Италии, на Сардинии, но и в других странах. Да, мы перенимаем этот опыт в Сардинии. Что значит перенять опыт? Это дать такой продукт, чтобы люди могли вложиться, сдать и получить деньги. У нас есть прекрасное предложение в Крыму, о нем вы можете также узнать, если обратитесь ко мне, прямо напротив ласточного гнезда. А программа-то наша заканчивается. Как быстро пролетело время. Спасибо, Ольга. У нас в гостях была Ольга Егорова, компания «Да, Сардиния». Я Татьяна Ларина и Светлана Никифорова. До встречи уже в следующем месяце. Надеюсь, в теплом ноябре. До свидания.